МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 12 мая 1613 года, в Московский Кремль торжественно въехал новоизбранный царь, 16-летний Михаил Федорович Романов. В этот день, в 1703 году, в 20-тысячная русская армия захватила в устье Невы шведскую крепость Ниеншанс. Вскоре близ этого места будет заложен Санкт-Петербург. В 1813 году, в этот день, из прусского городка Бумслава в Петербург отправился кортеж с телом Михаила Кутузова. Всенародные похороны главнокомандующего продолжали с полтора месяца. В этот день, 996 года, в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь Десятинная. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Храм этот был построен по указанию святого равнопостольного князя Владимира, крестителя Руси. Владимир Святославич построил церковь в честь Пресвятой Богородицы, о чем сохранилась запись в повести временных лет Нестора. В лето 6497-го Владимир по мысли создать и церковь Пресвятые Богородицы и послав приведи мастеры от грек. Самый большой собор того времени был возведен недалеко от княжеского жилища. Почему тут? По преданию Владимир побелел заложить церковь на месте гибели первомучеников Феодора и его сына Иоанна. Еще до крещения Руси в 983 году они были принесены в жертву языческим богам, которым в то время поклонялся и сам Владимир. А история состояла вот в чем. Будущий креститель сел на Киевский престол, видимо, в 978 году. Сначала он попытался обновить языческий культ. В столице, по его указанию, построили капище, в которой украшались знаменитые славянские идолы, вроде Перуна, Велеса, Стрибога, капище стало местом для человеческих жертвоприношений. А кто будет дарован кровавым богам, порешал жребий. В 983 году он пал на юного Иоанна, сына православного киевлянина из Варяг по имени Феодор. Отец отказался быть к язычникам своего юного сына со словами «Если ваши боги всемогущие пусть сами придут и возьмут моего сына». Разъяренная толпа разрушила дом и убила отца и сына. Весть о мученической смерти христиан мгновенно облетела Киев и достигла ушей Владимира. Он был поражен храбростью и стойкостью Феодора и его сына. Есть предположение, что именно эта стойкость двух христиан впервые заставила задуматься Владимира, правильный ли выбор он делает в жизни. В 988 году князь Киевский крестил Русь, а спустя 8 лет уже христианин, на месте гибели Феодора и его сына построил десятинную церковь. Храм возводил византийские зодчи из тонких кирпичей, так называемой плинфы. А до того церкви в этих землях были только из дерева. Состоял храм из шести ярусов с 25 куполами. Благодаря данным летвеси и поздним раскопкам, мы теперь знаем, что церковь украшали кресты, мозаики, иконы, драгоценные сосуды из Корсуни, крымского города, ранее взятого Владимиром. Оттуда же князь, видимо, привез священнослужителей. При отделке активно использовали мраморные панели, поэтому современники часто называли церковь мраморной. Ничего подобного на Руси раньше не строили, зато строили в Константинополе. Возможность за образец для киевского храма была в святах церковь Феотокос Форос, которая входила в дворцовый комплекс византийского императора. А образец выбрала Анна, жена Владимира, которая являлась сестрой византийского императора Василия II. На поддержание церкви и митрополии князь Владимир выделил десятую часть своих доходов. Отсюда и пошло название «Десятинная церковь». Храму суждено было стать усыпальницей. В нем были похоронены останки князей Олега Ярополка, родных братьев Владимира. Нашла свой покой в церкви первая христианская правительница Руси, цвета равноапостольная княгиня Ольга. Самому Владимиру и его жене Анне также суждено было упокоиться в Десятинной церкви. Храм пережил своих создателей только лишь на два века. Символично он создавался как маяк цивилизации, культуры и православия. Пали же его стены 7 декабря 1240 года, когда войска хана Батыя взяли Киев. Несколько тысяч последних защитников города во главе своевода Дмитрием заперлись в каменном храме, когда стены обвалились. В ту же секунду время Киевской Руси, можно сказать, окончательно ушло в прошлое. Несколько столетий никто даже не пытался восстановить то, что было по одному меткому выражению – матерью церквей русских. Редактор субтитров А.Семкин